Всем привет, с вами Надбар и Римпак. Начинаем следующую серию по выживанию в Seven Days to Die. Здрасте. Заводик. Начинаем с завода. Ага. Да. Мы еще, оказывается, не все тут обыскали. Есть пару крыш. Вон там сундучок какой-то лежит. Я вот сейчас оббегаю последние стадии. Я думал, знаешь о чем? Вот эти вот вышки, которые телефонные операторы, может попробуем одну из них завалить? Свалить вниз. Давай завалим. Глянуть, что выйдет. Вот. И даже... Ну да, пожалуй, это все. И в бункер пойдем. И мне вот интересно, валится ли здание, если мы вот эту вот трубу завалим, как ты думаешь? Мне кажется, будет эпично, если оно начнет падать. Давай попробуем. Если она не очень крепкая, то может получится. Так, тогда нам надо... Хотя, что я тут выход, по-моему, видел на крышу. Не попал. А я попал. Уснул наш друг. Слушай, а зачем трубу-то валить? Глянуть, что будет. Опа, стой. Это прикольно. Ты тут не был? Неа. Вот, ну вот видишь, там этот лежит, этот рюкзачок. Как говорили... А ты тут был? Черепашки-ниндзя? Кавабанга. Рюкзачок, принеси мне ничего. Как ты там оказался? Я же тебе говорю, кавабанга. И прыгаешь. Блин, я это пропустил. С этих спирил. Ну или так. Да я понял. Как спуститься теперь? Не, эти лучше разбирать этим гаечным ключом. В них же мехчасти. А, точно. А у меня его нет? Или есть? Нет, у меня его нет. Почему ты не взял? Потому что я дурак. А как мне спустится... Тогда беги, наверное, за гаечным ключом, чтобы мы эту вышку разобрали сейчас, интернет-операторы. Ну, можно. Заодно хоть... А мне бы выбраться отсюда не мешать. А давай вот эту на примере, так сказать, разберем. Это ж она из таких запчастей правильно состоит? Ну, что-то похожее, да. Так, ковыряй ее этим ключом. Или ее надо так ломать? Нет, так это... Вот эту нижнюю часть так. Ключ ничего не даст. Ага. Ой, теперь этот металл, видишь, с одного удара разбирается. А прикинь, сколько с той штуки выпадет. Да. А как сюда, черт возьми? Что, на мусорный бак, как в фильмах? Давай. Типа смягчит удар. Смягчил? Я ударился... Парапетчик. А теперь моя очередь. Вперед. Нормально. Да. Молодец. Из тебя вывалился мешок. А я ударился головой об этот. Да я выкинул его. А я тоже долбанулся, но, видимо, я пробил ее и полетел дальше. А что это такое? Да, вопрос интересный, конечно. Штука непонятная. Что, пробуем сносить вот эту? Давай. Или она крепкая очень? Сколько? До тысячи всего. Ну, я думаю, мы снесем пару блоков, и оно завалится. Так, я тогда кувалду буду использовать для этого дела. Ага. Чем бы заняться в зомби-апокалипсисе? А давай трубу разрушим, посмотрим, что будет. Ну, конечно, как же еще. Так, ну. Чертоски крепкое дерьмо. Я сразу вспомнил игру Red Faction Kurelia. Знаешь, такая по Марсу бегать, там разбивать все. Не, не знаю такое. Слушай, посмотри, там суперсистема разрушения. По-моему, начинает уже валиться оно потихоньку. Да-да, что-то падает с нее. А у нее тут есть время, ну, типа, которое надо подождать, чтобы она вся рухнула, нет? Ну, сразу она не рухнет, сразу скажу. Так что выбиваем еще. Давай. Так, тихо, что-то происходит. Нет? Ничего не происходит. Да нормально, валим. Блин, я хотел жить в ней, как птичка в скворечнике. Я вижу, там блоки какие-то падают периодически. Не, вот этот бесполезно выбивать, мне кажется, который ты бьешь. Почему? Ну, ладно. А там лестница будет держать. А не, смотри, что-то произошло. Как-то странно, блин, она... О, сверху что-то летит. Какая-то хрень летела на меня. Да. Слушай, какая крепкая, а? Почти все выдели уже. Вообще жесть. Сегодня у нас рубрика экспериментов. Надеюсь, лета все попроще пойдут. Вот же скотина. Бумаги, я тебе уже не знаю. Это все, наверное, из-за лестницы. Сейчас я ее вынесу. О, почему там... Слушай, что-то, по-моему. Началось. Кажется, оно началось. И закончилось. Там середина что-то развалилась. Угу. Чуть-чуть. Ну, давай еще побьем чуточку. А может мне встать внутрь? Это будет такой челлендж. Попробуй выживеть. Ты не выживешь. Через сундук потом не найдешь. Ну, да-то, вообще-то. Ну, было бы круто. Ну, блин, падай. Сколько можно, да? Черт тебя дери. Культ кусок металла. Смотри еще. Может, оно на пульте на том держится? Вообще не удивлюсь. Я когда лестницу сломал, посыпалось неплохо там. О, тихо-тихо. Че это? Че это? Сверху че-то падает. Она очень странно как-то рушится, неестественно. Я пульт разбиваю. А, да, смотри-ка. Ну, смотри, я последний блок. Я бью последний блок. Ой-ой-ой. И ты бьешь последний блок, да? Понеслось. Или нет? Да что ж такое-то с тобой? О, теперь понеслось. А понеслось ли? Э? Эй, кусок дерьма. А ну, падай. Что это за хрень? Давай дерево срубим. Да не, вряд ли оно на дереве держится. А на чем-то, да? На святом духе. Но у меня подтормозило так неслабо. Да тут чуть-чуть к стенке отвалилось. Ну, в смысле, ну да. Ну, а, кстати, внутри можно выжить даже, наверное. Ага. Ты еще скажи, пойдем наверх заберемся, посмотрим. Ну и как это возможно, а? На верх уже не заберемся. Ну, давай дерево с ней всем, ладно. Так, я попробую еще ее подолбить. Может, толчок ей еще один дать. Так, ну и что? И ничего. Кусочек отвалился, и все. Ах ты долбанная вышка. Ну ничего, придет тот день, когда у меня будет базука, и я вернусь к тебе. Тебя деревом не придавило? Не, я отбежал. Ну и что? И ничего. Так, где-то тут были фреймы. Или они у тебя? А попробуй поставь фрейм под нее и убери. Может, мы перезагрузим ее физику, и она отвалится. Сейчас попробуем. Чем черт не шутит? А не, есть фреймы, есть. Что-то я не нашел их. Ты знаешь, по-моему, почти да. Сейчас еще разочек. Оно прям очень сильно тормозит в этот момент. Думает, блин, что происходит. Ну, видимо, да. И валится. Ну ты, а? Ну-ка развались. Должно упасть. Раньше физика и то лучше была. Че за фигня? Ни разу не помню, чтобы здесь что-то висело в воздухе. Ну тут смотри, какая подстава. Мне сейчас кирку придется себе переделывать. А я кувалду почти сломал, пока мы раковыряли эту вышку. Давай, развались уже. Слушай, мне кажется, это бесполезно. Да, урву не сняли, да. Подвисла она. А у меня кирка сдохла уже. Ну и хрен с ним. Ну я думаю, те упадут. Нет, просто мы когда разовьемся, мы придем сюда. Понятно тебе вышка? Ты че-то запыхался. Очень странно. Кстати, если ты хочешь воду набрать, набери ее здесь. У тебя есть пустые банки с собой? Водонапорная вышка? Ага. Пойдем, а к натуре наберу. Они же, по-моему, по 5 стакаются, да? Или сколько там? Банки с водой по 15 стакаются. А, по 15. То есть много я набрать не смогу. Ну у меня, в принципе, есть пустые у себя. Слушай, а куда идти-то? На крышу, что ли? В крыше дырку делать? Да. Ну окей. Почему нельзя краник открыть, чтобы она потекла? Ну вообще-то после такой физики чего уж тут просить про воду? Это точно. О, юбочку принесла. Но я не буду ее надевать. Ну мы уже достаточно в юбках побегали в прошлом мире. Снимаю целый слой крыши, прежде чем сделать дырочку. Ну я пока домой побегу. Ну давай. На похер, короче. Перекрафчу себе кирку. Тебе надо перекрафчивать или нет? А, каменную? Нет, стальную. А у меня нет стальной. Так давай я сделаю тогда. Ну давай, я не откажусь. А то меня уже заколебало топориком ковырять все. Так, ну я уже почти сейчас буду набирать. Правда, места в инвентаре прям вот вообще мало. Это можно выкинуть. Наконец-то мне колесо дало. Эээ, что я сделал? Еще неплохое такое. Колесо выпало наконец-то. А. Из колеса. Колесо из колеса. Неожиданно. Угу. Так, короче, в жопу кувалду. Она мне уже не нравится. Пришло время налить водички. Она грязная что ли здесь, я не пойму. Возможно. Так, а у меня 115 стакнулось, ты прикинь? Прикол. Вот так вот. А, ну и хорошо. Вот это, как я столько унесу домой, о господи. Воу-воу-воу. В одной руке. Да, в кармане просто. Даже не в руках, в кармане. Где дом-то наш, а вот. Ладно, там еще пустые, одну в другую можно сложить. Одного, если одного размера не прокатит, у них же горлышко-то есть. Ну там специальные банки. А, как ведра. Угу. Кстати, мне кто-то говорил, что можно ведро воды набрать и вылить ее где-то дома. Ну да, но... Ну там типа наливаешь ведро воды, потом наливаешь банки, потом опять берешь воду ведром, потом опять ее обратно сливаешь. Ну типа такой лайфхак, чтобы сделать бесконечный источник. Ну как я понял. Не знаю, работает это или нет. Ты опять что-то пошел там рыться на заправке. Да, я глянул, что нам нужно в мехчасти. Хотя у нас дома, наверное, достаточно их лежит. Так, ну ладно, я пошел домой, пока выкладывать барахло. Рецепт на патроны нашел. Даже такое есть. О, то есть патроны теперь просто так не поделаешь, да? Ну там какие-то крутые патроны. А-а. Это все меняет. Я просто помню... Я помню, что у меня место в инвентаре было, но... Я помню, когда раньше играл там в Альфа-12, что ли, или в Альфа-13. И у меня этих патронов было тысячи. Тысячи. Я накрафтил себе патронов и на сервере просто унижал. Это было весело. А сейчас, видимо, такая фишка не прокатит. Неа. Все, закрыли в завод по производству патронов. Так, кажется, пришло время создать еще один ящик. Где только он? Да, я сразу два сделаю. Ящики у нас забиты, если что. Ну, практически. А сколько у нас этих... Господи, как же она называется? Это мехчастей? Они в правом сундуке должны быть. Сейчас глянем. А-а-а. Не вижу что-то я их. Совсем. Не, походу, они в левом. 56. А, нет, подожди. Это аужер партс. Это вообще не их количество. Что-то я их в упор не вижу. Что жрать захотелось? Слушай, я не вижу их вообще. Я, возможно, не понимаю, как они выглядят. О! Они такие... Не, нашел шлем себе армейский. А, да, возьми. Угу. Что-то я вообще не вижу их. А, механикал партс. 13 штук. Оно же, да? Да, как раз правильное количество. Сейчас будем воркбенч делать, наверное, еще. Давно пора, кстати. Угу. В каком они сундуке? В левом. В левом. Хорошо. Так. А я пока... Вроде у нас так я глянул. Вроде все есть. Патроны я положил в левый новый ящик, если что, твои. Что за патроны? Для пистолета. Я ж помню, у тебя кончились. Еще дофига скотча нашел. 11 штук и клей. Так что будет чем чинить. Так, мехчасти. Слушай, я что-то не вижу в левом ящике мехчасти. Они там в этой, в середине справа. Давай я гляну и тебе выкину. Мне кажется, все-таки они в правом сундуке. А, да. Кажется, они в правом. Да. Все. Смотрим. Воркбенч. Так, форджет айрон у нас был. Угу. А, все? Нет, подожди, не все. Пуресом хватает всего. Не хватает его, что выучить надо, что ли? Где наш костер? Воркбенч. Нужен констракшн тулс 15. Вы серьезно? Ни херена себе. Сдохнешь, пока это выучишь. Все, выучил. Потратил кучу, конечно, этих. Ну, мы там за задание получили как раз поинты. Вот оно как раз нам и поехало. Ну, ресов, в принципе, не так много на него уходит. Так. Я поставил задачу на 120 гребаных банок. Так что скоро водичка будет, можно бухать. Надо будет сейчас пообъединять многие элементы здесь. К этому надо будет тоже подготовиться. Так, пиво сюда. Это можно, я думаю, съесть. Можно же. О, слушай. Да, уже можно есть. А. 346 минут будет делаться это дерьмо. А, это всего костер будет гореть. Фу, слава богу. Я думал, все, хана. Никогда не увидим мы наши банки. А я поставил делаться эти наконечники на стрелы. Тебе нужны? Металлические? Угу. Это будет круто. Я не откажусь. Я, правда, все дерево в костер положил. Пойду нарублю пока. Все равно делать нечего. Так, ты мне обещал скрафтить кирку, кстати. Угу. Да, сейчас сделаю. Блин, а как она называлась-то? Пикакс какой-нибудь. Ага, вижу. Так, делаю две штуки. А я пока деревья порублю. Так, делаю две штуки сразу. Хотя, подожди. О, чувак. Лучше тебе ее сделать. А, что там? Да, чувак в каске. Все нормально. Не, все-таки я делаю. Так, две штуки. Да еб. А топор нужен тебе? А я нашел топор там. Он наполовину сломанный, но есть. Нашел лопату и девять баксов. Нам нужна лопата? Или скрафт нему? Лопата? Бери, бери, конечно. Улял. О, я есть, оказывается. Сейчас нам будет пересобирать пистолеты. Хочу себе пистолет нормальный собрать. Достойный, скажем так. Пистолет, это хорошо. А я бы собрал себе винтовку. А рецепт на нее есть? Да, я выучил. А, ну сейчас тоже тогда попересобираешь чуточку. У меня все равно ничего нет для нее. Не, есть парочку деталей для винтовки. Посмотри здесь. Много, кстати, очень. То есть ты ее разберешь, и каждая деталь объединяется отдельно. Ага. Вот так она работает. Ну, пока у меня нечего разбирать. Я хочу себе собрать эту, которая армейская. В смысле армейская? Ну, сейчас скажу, как она называется. В общем-то она у меня... Она, видимо, в оргбенче только есть, да? Тут не отображается. Ну, в общем... Ты не подкрывал ящики. Зажми Е и сделай. Че-че. А, да. Готово. Че, как там наша водичка? Так что, все остальные стрелы твои будут. Вот те, что сейчас в печке делаются. Наконичники — это все твое. Так, воду складываю в правый ящик. Вода стакается по 15 только когда кипяченая. Вот такая вот фигня. А времечко-то уже, кстати, позднее. Че будем делать? Оставшиеся... 15... Три часа. Да пробежим срушим. У нас времени, в принципе, хватает. Просто что сейчас нужно было потратить его на то, чтобы тут попересобираться. Ну, я пистолет быстро разберу. Окей. Я тогда жду последний стак банок. Ну, там еще дофига их в заказе будет. Я просто выключу эту. Угу. Чтобы не потратило все наше дерево, пока мы ходим. И мне надо поесть. А че ты не пьешь-то, чувак? А, типа напился. Понятно. Через 15 секунд будет воркбенч. Я его поставлю тут сзади. Угу. Дом нам пока, я честно говоря, подумал, что рано строить. Я думаю, его сразу в бетон нужно загонять. А для бетона нужно выучить его. Но смысл из дерева делать. Нам его разнесут просто за секунду. Ну, давай. Тогда, может, переселимся на ту базу, закрытую бетонным забором. Ну, в следующей серии. Ну, как вариант. А сейчас можно сходить туда посмотреть. Я там не лутал же, я ж это... Нас подождать решил. Тебя, вернее. Нас, бля. Опа. Мне тут такую неприятную новость про пистолет написали, что, типа, чувак, ты не можешь делать вещи лучше, чем 125-й уровень. Прикинь. А че? 125-й маленький уровень? По-моему, неплохой. Или это мало? Ну, такой себе, если честно. Ну, я, конечно, пообъединял все равно то, что мог. Но просто странно. Блин, почему не могу? Дискриминация. Дайте ствол нормального уровня. А ты посмотрел, там пистолет-то нормальный, я тебе притащил? А где он был? В левом ящике в новом. И патроны там же. Сейчас гляну. Ну, у нас и так два пистолета. А, в этом новый, да? 43-й. А я ж не мог посмотреть. Ну, точно. А, не, ну пойдет, нормально. Нормально. Сейчас доделывается это. Так, что у нас тут получается? Еще 7 минут надо, чтобы вся вода приготовилась. Не хватает таймера для этого, для костра. Ну, я себе пообъединял все это в пистолет в один. Но, честно говоря, он все равно из-за того, что я не могу понять, почему я не могу делать вещи лучше, чем 125-й уровень. Это из-за вот этого какого-то ограничения? А ну-ка. Так, надо же, наверное, вепон чего-то там прокачать. Нет, ты знаешь, прокачал, ничего не поменялось. А, странно. Может, гансмитинг? Да, возможно, это же пушки. Крафтинг quality 50. Ну, наверное, это оно. Но у меня уже нету этих очков, так что, черт с ними. Ладно, буду ходить с таким пистолетом. Кажется, я поджарился. Странно просто очень. Немного. Ну, ладно, у меня, в принципе, оно крафтится. Побежали, да, наверное. Так, сейчас, секунду, я найду это место. А, сделай себе эти стрелыш. А-а-а. А где, ты говорил, лежат на конечке? В печке. А-а. В печке. И что, все забирать? Они же там делались. Да, все это, все тебе. Ну, ты настолько щедрый, что охренеть не встать. Все, погнали. Воу, я тоже поджарился. Ха-ха-ха. Ходячий факел. Ты тухнуть-то собираешься? Я потух. Нет, ты не потух, ты все еще горишь. А все, вот потух. Я вроде все. Да, прикол. Идем. Пойдем. Погнали, най-ка отсюда вы. О, подруга. Быстро-то я. Да, сам в шоке. Ну, время нормально. Жалко, конечно, с оружием такая подстава. Раньше можно было собирать сразу до 600 уровня там. Ого. Сколько хочешь. Да, теперь собирай, блин, прокачивай себе этот уровень, блин, гансмитинга. Я надеюсь, что вообще этот уровень именно, а не какой-то другой. Ну, вообще, мне нравилось, что уровень качался по ходу того, сколько ты создаешь эти предметы. То есть, ты там кирку 200 кирок создала, у тебя уже там охрененный уровень. Ну, это читерно немножко, потому что ты ночью сел, поставил на крафт 100 топоров каменных, и оно пошло-поехало. Да, как где-то хрень. И ты, грубо говоря, за ночь прокачивался. Угу. Какая? Да, за ночь прокачивался просто там сильно. А вот она. Что, давай сразу большую, да? А, ты вышку хочешь разобрать? А я имел в виду, что мы пойдем ту каменную хрень обыщем. А, не, я думал вышку разобрать. Ну, хоть что, пойдем обыщем. Да я вот ее потерял. Я поставил метку, но, походу, я ее поставил на какую-то ферму. Я знаю, где она находится. Можем пойти туда. А пойдем туда, посмотрим. А потом вышку разберем уже в следующей серии, когда будем готовиться к переселению. Окей, погнали. Надо только подумать, где там огород сделать. Мы же все равно до бетонного дома должны что-то выращивать. Ммм, да там места куча. Земли насыпали и все. Ну, там не особо куча. Ну, сейчас увидишь, короче. Сейчас глянем. Ты за мной, да? Ага. А, нет, я туда поставил метку, все правильно. Там вон за нами хвост. Сейчас у меня стамена кончилась. Я промазал. Понятно. Я опять промазал. Блин, он крепкий, смотри какой. Пистолет по нему попал, все равно. Ладно, погнали. Чуточку отрегенил. Так что там у меня есть еще, Кирка? Да, подбирай. Я за ней. Все, прощай мой топорик, я буду помнить тебя. Так, ну смотри, я тут выбил заборчик сверху. И вот тут над этими можно спокойно залезть вот здесь. Ага, вижу, вижу. Обратно по машинке прыгаешь и так же обратно, в общем. Угу. А, ну да, вообще-то здесь можно сделать огородик. Здесь я буду парковать свой скутер. Вот примерно здесь. Я уже все придумал. Ну, можем тут, конечно, и на ночь порискнуть остаться. Здесь лестница вниз. Твою мать, какой он глубокий. Давай спускайся. А тут не только лестница вниз, тут еще и солдаты. Охренеть, там кто-то ходит. Да, слушай, тут как бы есть ребята. Круть, все, я хочу здесь жить. Я уже придумал, где буду спать. Черт. Ты жив? Нет. Ну, в смысле, да. Я могу подняться, надрать им жопу, если надо. О, здрасте. Солдат телепался очень сильно. И ничего не принес при этом. Ну, у меня тут тоже были два кандидата, три уже, четыре. Нифига себе вас тут. А как ты вошел, я не могу понять. А я там дверь выломал. Тут парковка подземная. Слушай, тут круто. Кто там проснулся? Ну, сейчас гляну. Ну-ка, быстро спать. То есть база с подземной парковкой? Да, прикинь. Да, здесь огонь вообще. Я нашел себе... О, черная... Это хрень какая-то черная. Надо напялись. Во, теперь я вообще четкий пацан. Ой, тут ящиков столько. Да вообще тут клево. Че, обыскиваем? Я пойду гляну, что там внизу. А тут лифт, прикинь. А он не работает же, да? Блин. Тогда я сейчас вниз пойду. Надо только фреймов сделать. Так, я нашел семена кукурузы, юка семена и гнилый бутерброд. Отлично. Кто там орет? Над нами, что ли, висели? А вон стоит, смотри. И вон льдут. Ага. Я к ним зайду туда. Чувак, че ты бьешь коробки, они тебе ничего не сделали. Тут армеец у меня бегает. Сейчас я его замочу. Смотри, он мощный там. Слушай, да там еще можно вниз. Он вниз свалился. Короче, тут прям гребаные лабиринты. Нихрена, тут еще целый этаж. Это столовая. О, боже. Слушай, короче, мы остаемся здесь на ночь. Это прям точно. Будем обыскивать? Надо глянуть, да. Тут круто вообще. А вон вояка вниз, смотри. Да, это вот тот, который свалился. Так, я сделаю тут лестницу и пойду вниз. А вон баба толстая, смотри, сзади. Вояка встал. Да, вижу. Я, кажется, факел там оставил. Твою мать. Она вот тут лампа есть, слава богу. Придется тебе там самому справляться. Слушай, а здесь, видимо, жилые помещения. Смотрю, здесь казарма, короче. Такая все. Чувак в противогазе. Вообще в химзащите. Слушай, это какое-то интересное место. У него были... О, чертеж бензопилы. А у этого дурака пейнкиллерс. Так, ну и... Сейчас наверх поднимусь за моими. Мне хватит тут фрейма. Я знаешь, что я не понимаю? Фрейма хватит, нет? Да. Нет. Твою мать, упал я. Не понимаю одного. Дерево есть? А есть тут лестница-то? Или они тут, типа, на лифте, сука, вниз опускались? Я думаю, на лифте. Так. Так. Ну ладно. Сейчас. Ты там как, обыскал? Есть что интересное? Да тут много зомби было. Сейчас еще обыскиваю только. Тут же рух еще ходило. Черт, это буду я долго делать. А, не только она. О, меня выдавило. В смысле выдавило? Да тут не так-то сложно... Не так-то просто обратно забраться. Лифт, падла. А где они орут, слушай? Возле тебя где-то? Да хрен его знает. Вроде нет. Все, я забрался, слава богу. Так, где мой там факел-то? Не, нифига не у меня. Может, я их разбудил в казармах? Ой, ой. А сзади ты пробежал только что прямо по девушке. А у меня еще жируха тут проснулась. Вижу. Ой, и фпс что-то упал. Так их тут проснулось, наверное, не видно. Жесть, я промахал. Стрелял, потому что... О, господи, у меня просадки до 20 фпс. Что за прикол? Наверное, их тут очень много проснулось. Да, и они, видимо, ломают блоки. И в этом стенку кто-то... Да, вон, смотри, стенку впереди ломают. Куда я смотрю. Черт, да тут огромнейшая база просто. Я не буду это ломать. А сейчас выломают сами. Так, ты говори, там выломали, не выломали. А я отошел. Ага. Здравствуйте, добрый вечер, как ваши дела? Много их там. Жируха была. И все. Там кухня. Ага. Ну, неудивительно. Смотри, как разработчики, да, вот так вот прям. Да, еще бы они пофиксили физику. И вот эти вот падения фпс такие прям не очень классные. Ну, ты прикинь, до 26. Ну, что это такое? Ну, да. А я пошел защищать казарму. Раз, два, три, пять. Пять ублюдков. Ребята, привет. Они ломали комнату в сортир зачем-то. Ну, очень хотелось. Через чур сильно. И успокоились, когда выломали. Воу-воу, полегче, парни. Есть одна идея. Дерьмовая идея. Среднего убил. Это ты же надо, а? Тихо ты разбушевался. Разбудила меня женщину какую-то. Спящая красавица. Ну, так. Слышь, дядь. Красавица. Ты куда ушел-то, я не помню. Вроде договорились рубиться, а ты уходишь. Ох, жестко. Я нашел синюю химзащиту. Слушай, а тут еще радиация есть. О! Она просто очень хорошо защищает. Как спустишься, как закончишь, спускайся ко мне. Тут тоннель подземный. Тут еще прилично. Мы можем в следующей серии или не на запись все это дело обыскать, а в этой просто постараться обследовать все. Потому что эти козы скоро бегать начнут. Я, в общем-то, пытаюсь. Я хоть куда-то пытаюсь пробраться здесь. Тут везде их много. Ну, то есть не то, чтобы я, знаешь, там прям сильно торможу при обыске. Слушай, меня так маленько. Много тут везде, куда можно войти. Ох, ёп. И здесь можно пройти. Слушай, она огромна просто. Я нашел лестницу вниз. Именно лестницу. Прекрасно. Я пошел по туннелю. Фонарик нашел. Наконец-то. Наконец-то. О, привет, мужик. Да ёп, вообще не попадешь в вас. Такие дерганы. Да ну вставай давай. Вообще-то, когда они бегать начнут, будут проблемы. Да, поэтому я думаю, что пора заныкаться. Так. О, черт. Я в какую-то пусковую установку забрался. Шахту. В одной пусто, а во второй типа ракеты. Никого нет. А нет, два спящих мудака были в касках. И неизвестная закрытая дверь. А, ну понятно, вам так пофиг, да? Я, кажется, знаю где-то. Да, можно с улицы туда попасть. Лестница есть. У меня тут прям вечеринка. У тебя, я слышу, тоже неплохо, да? Да. Да пошел ты, мужик. Так, вот это мне уже не нравится. Ты не просыпайся. Сука, они так башкой вертят, падлы. Вообще не попадешь. Еще фпс падает. У меня тут и вояки стоит. Очень много военных. Если они начнут бегать, нам крышка. Бандана. Зачем тебе бандана, мужик? Хорош ты ракету-то ломать. У тебя там много еще их? Да, блин, хватает. До сих пор сражаюсь. Так, я нашел Nail Gun Receiver. В одном из этих козлов. Слушай, я, короче, иду к тебе. Я уже устал тут с ними рубиться. И вообще тут скучно. Да ты знаешь где? Иди по карте. Я думаю, на одном уровне сейчас. Я нашел еще один выход наверх. Лесенка и там люк. Черт, меня эта дверь теперь манит. Я задержусь. Ты возле меня, что ли? Не знаю. Да, здрасте. Это ты дверь? Ага. Так, ну что будем делать? Мне кажется, пора заканчивать. Да не, еще можно часик побегать. Так, уже девять. Ну, а начало в десять. Бегают, в смысле? Надо спрятаться тогда где-то. Ну, можем... Я думаю, мы тут все обыскали почти или нет. Ну да. Я нашел какую-то комнату управления. И ты тут не был, потому что они просыпаются. Странно, я там точно не буду. Ну, видимо, просто вот эта скотина на тебя не сагрилась, потому что я вижу трупы, но она тут была. Так, и тут-то был, походу. Блин, тут так круто. Слушай, здесь можно не просто вдвоем жить. Тут можно нахрен... Да и в десяти ром тут можно жить. Спокойно можно. Столько места, обалдеть. Жалко, лифт не работает. Было бы вообще эпично. Такой подключил электричество, базу запитал, да? И все начало работать. Я не думаю, что они когда-нибудь это поменяют. Да, и мне тоже кажется, что механика игры тупо не позволит создавать лифты. Разве что полностью переделать эту базу. Ну да. Ну, разводной мост у них уже есть. И он типа разводится? Да, он типа реально разводится. Я такое не видел еще. Есть такое. Я тебя потерял. Я в комнате управления. Так я оттуда только что пришел. Так, ага, судя по звуку, ты где-то здесь. Надо мной. Это не ты. Думал, ты дверь ломаешь. Что за... Я тебя точно потерял. Я чуть сам себя не потерял только что. Надо еще выше, блин. А как превышать забраться? Где долбанная лестница? Я через шахту сюда пролез. А там в шахте есть лесенка наверх? А, вижу, да. Да, я через... Сумку нашел какую-то пустую. Отлично. Так, тут еще какая-то комната управления. Стоит дяденька. А ты над нами. Фу ты. Не то нажал. Прости, мужик. Что не попал в тебя второй раз. Я думаю, нам сейчас нужно очень быстро идти домой все-таки. Я пытаюсь выход уже найти, по крайней мере. Я пытаюсь тебя найти. Просто их тут очень много. Просто наверх поднимайся. Здрасте. Погнали. Погнали наверх. Нашел? Да, я рядом с тобой. Сейчас нужно все. Да, я добы... Да, ищу хотя бы вот эти полки книжные. Полчаса осталось, и они начнут бегать. Я знаю. Так, здрасте. Чувак в химзащите. Мы уже рядом, да? Отсюда не выбраться. Здесь надо стены ломать. Так это хорошо. 8 тысяч более. Там есть... Давай просто забаррикадируемся здесь. Давай. Чувствую я, они быстрее пробьют. Все-таки небо. Баррикадируется не вариант. Приготовиться к бою. Слушай, там... Ага. Я думаю, это выход на крышу, кстати. Скоро мы это узнаем. Ты разбиваешь, да? Я разбиваю ему голову, если он покажется. Я думал, ты блок разбиваешь. Не-не, я ничего не трогал. Это он. Может, в ногу ему долбануться? Так разбивай, там же выход на крышу будет. Ну, давай. Я, может, и нет. О, это будет долго, слушай. Давай я сначала застрелю эту скотину. Он прыгнул и не появился, ну? А ну-ка, быстро упал, отжался. Воу! Да его уже разнесло к чертам. Как он ползает? Нет, он еще полз. Охренеть вообще. Блин. О, два сейфа, ты глянь. Ты просто посмотри на это. И люк на крышу. Люк. Именно люк. Да, нам нужно на крышу выбраться. Разбивайся, разбивай люк. Разбиваешь? 8 тысяч. Ну, домой будем бежать. А мы сейчас домой еще побежим? Ну да. А можем тут на крыше переждать, в принципе. Слушай, проще стену сломать, а на 3 тысячи. Да не, не проще, там потом еще сложно будет вылезти. Ну, уже не проще, по крайней мере. Блин, у меня стамины нет. Ты сеешь, что ли, долбишь? Нет, тоже этот. Этот. Так, а я знаю, что я здесь обухну сейчас. И стамина появится. Если есть чем тут. Ну все, началось. Мы можем тут переждать ночь, в принципе. Так побежим или будем здесь? Ну давай вылезем для начала. Да мне не больно. Я не знаю, зачем ты туда на лестницу забрался. Не знаю, мне захотелось. Свобода. Так, что мы тут имеем? Жируха носится бешеная. Я лестницу разбиваю. Ага. Нет, я в жируху так не попаду. О, здесь прожектор даже есть, прикинь. А его включить не вариант? Я думаю, можно. Не, не вариант. Ну нормально. Мы здесь, в общем-то, можем остаться на ночь. Конечно, это будет довольно громко и необычно, но... Или ты хочешь рискнуть? Ну, в принципе, вроде безопасно достаточно. Да нечего рисковать. В принципе, можно и здесь. Ну давай здесь. Ну, нам недалеко бежать. Можем. В принципе, слушай. Побежим. Может. Бежать недалеко. Тебе полная стамина? Да. Я бухнул. Погнали. Включай фонарь, а я буду прикрывать. Блин, я ногу сломал, слушай. Я прикрою, беги. Окей. Сейчас еще немножко прикрой, я траву соберу. Сделаю себе этот сплинт. Все норм, продолжай бежать. Сплинт, что для него надо? Вуд. Как назло, знаешь, выбросил фрагменты одежды. Ты, главное, не оборачивайся. Да не, я как раз... Ладно, погнали, короче. Тебе есть фрагменты одежды, класс фрагменты? Да, вроде да. Дай мне парочку. Да. А вот. Держи. Слушай, да не... Ты мог подумать, что вот только... И не бегают что-то. Ну, за нами. Ну, за нами нет. Все, идем. Пойдем. Подожди, что-то я... Знаешь, что я сделал? Я скрапнул сплинт. Просто. Герой дня. О, беда. Давай лучше до дома добежим, а там уже все, заспринтишься. Идем, идем. Все. Как можно было ногу сломать? Да, кстати, я же его тоже спрыгнул с этой высоты и не сломал. Угу. У тебя фонарик есть? Угу. Интересно, я его на винтовку могу пришпандырить или нет? Можешь. Отлично. Ну, это потом уже. Вообще, да, как будто бы и никого и нет. Да тут у нас весь город, блин, вообще какой-то пустой. А дома свет горит. Ха-ха. Угу. Беспалевные такие. Блок заберешь за собой? Да. Ну что, вроде все. Да. Это было прикольно. Я думаю, пора прощаться. Угу. Спасибо всем, что смотрели. С вами были Надбар и... Римпак. А кто же еще? Не забывайте подписаться на каналы. И покусечки. Пока.